Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня у меня экспресс-обзор вот этого вот кардигана, который я связала. Вот смотрите, еще и даже нитки у меня висят. Свеженький, он тепленький, тепленький. Вдохновилась я вот этим вот кардиганом от Шанель. Я его смотрела уже с прошлого года. Смотрела, 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 смотрела. Вот, а так как я не могу. Вот у меня обязательно должно быть что-то в процессе. Потому что вечером, если я не включу фильм и не повяжу, то я не отдохнула. Вот и этот кардиган у меня по большому счету релакс-версия. Но связала я его из остатка. Как раз ждала свою пряжу, которая придет. И как бы для нового процесса у меня еще не было из щепой вязать. И вот я собрала, сгребла остатки. Из остатка связала вот такую вот Шанельку. Сейчас я вам расскажу, как я его вязала. Мастер-класс, я думаю, не нужен. Потому что вязала я его крючком и спицами. Вы можете легко повторить как крючком, так и спицами, девчонки. Вязала я вот, начиная от рукава, потом добавляла сюда. Сейчас я все подробнее вам скажу. Есть у меня подробнейшее видео, как рассчитать на ваш размер. Видео это для спиц. Но по нему, по этому принципу расчета, понятное дело, что вы рассчитаете хоть для спиц, хоть для крючка. Видео для спиц, а я вязала крючком. Ну, принцип тот же. То есть, вы начинаете отсюда, вяжете сюда, далее тут, тут добавляете, вяжете сюда. Вывязываете горловину. Вот таким вот образом наше вязание. То есть, от одного рукава к другому поперечным вязанием. Я вязала столбиком, столбиком с накидом. Вот мой узор. Почему я крючком именно вязала? Да потому что мне хотелось быстренько. Мне нужно было занять пару вечеров, потому что у меня планы там на другие проекты. Но нужно было занять пару вечеров. Поэтому я решила вязать крючком. Чтобы это все было быстро, просто в кайф. Вот связала я основу. Здесь в основе, что я сделала? У меня в основе, девчонки, было, работало три нити. Вот, одна нить кидмохер, одна полиэстер, по-моему. А третья нить, нет, одна акрил, кидмохер, акрил, а третья у меня была Ярнард Милана, по-моему. Да, Милана она называется, там шерсть, я не помню, что точно в составе. Но, в общем, кидмохер и шерсть, как бы, и дополнительный акрил. Вот, это была основа моя. Далее у меня закончился вот этот, вот, вот это Милана. Я вам говорю, я все подгоняла по, как бы, по ситуации. Вот, у меня, слава богу, хватило начать от рукава и закончить рукавом. Вот, как я вам нарисовала схему. Ссылочку на видео, где рассчитать вот эту всю основную конструкцию, я оставлю под видео в описании и в первом комментарии, чтобы вы не потеряли, чтобы вы могли найти это видео. Потому что, я сейчас быстро расскажу, но вы по этому видео все рассчитаете, посчитаете и свяжете, хоть крючком, хоть спицами. Далее я сшила боковые швы и по низу набрала резинку один на один. Набирала я из, вот, из одного столбика две петли, вот здесь вот по низу. Далее, так как у меня здесь закончила, мне, у меня все, как бы, вся пряжа в таких, в серых тонах, плюс черная вот здесь вот на обвязке на кармане. И плюс, вот, Махер у меня был такой, легкий ментол такой. И он дал, дал такой красивый, как бы, оттенок этому всему, потому что он здесь у меня везде фигурирует, этот Махер. Вот, здесь вместо Милана я добавила еще одну акриловую нить, вот, по резинке. И связала вниз резинку. Тут резинку вы можете тоже корректировать по себе. Далее, шов у нас по большому счету только вот боковой рукав. Рукав обвязала крючком, сначала столбиком, а потом обвязку вот эту, ну, через петлю сделала полустолбик. Вот, обвязывала вот этой. Так, что у меня здесь, в этой обвязке, я не сохранила, к сожалению, здесь, а не, подождите. Здесь у меня была вот эта вот нить, здесь у меня была, Махер был, остался. Здесь я добавила с Алиэкспресс вот эти пайетки. И еще одна нить черная, к сожалению, но она тоже акриловая, типа вот эта. То есть, по большому счету, вот две вот такие вот, Махер и пайетки. Я добавила, связала, ну, только одна черная, одна серая. Вот эту отделку. У меня получилось, видите, не так контрастно, как в оригинале. Но мне понравилось. Вы знаете, в итоге я сначала расстроилась, что контраст, как бы, не такой выраженный. Я расстроилась. Но потом, в результате, мне все понравилось. Я думаю, такая, вот все, что делается, все к лучшему. Единственное, что меня смущает, вот этот вот карман. То ли он здесь лишний, то ли я его слишком высоко пришила. Может, его ниже распор... Ну, в общем, я не знаю, девчонки. По поводу кармана вы мне, пожалуйста, напишите. Может, его отпороть вообще... Как по мне, он вообще здесь не нужен. Вот честно. Вот. Так, что еще далее? Что низ связала? Потом набрала по кругу и связала планку. Вот здесь вот единственное, насколько я помню, в том видео, ну, в мастер-классе, там была ширина у меня горловины пошире. Потому что там вот эта обвязка ложилась на плечи. Я вам сейчас измерю, сколько у меня, чтобы вы понимали, на что ориентироваться, чтобы не делать шире. Вот, смотрите, у меня это где-то 15 сантиметров. Да? Так. Ну, просто сейчас растянут. Да, 15 сантиметров. Вот. И вот благодаря этому вот получилось, что по шейке вот этот воротничок, как стоечка, очень удачно получилось само по себе. Вот. Это стоечка. Далее карманы. Это просто квадрат чулочной гладью, 6 рядов, резинки, 1 на 1. Пришила сверху, прямо вот так вот наляпала и пришила. Вот это отличный. Хоть ты треснен, но он мне, мне он здесь мозолит глаз. Вот я жду вашей, как бы, вашего мнения, согласительств вы со мной или нет. Но вот мне он, у меня же есть желание такое отрезать его. И все. Вот, вот, вот. Ну, в принципе, все. Больше здесь ничего нет. Очень просто, очень тепленько. Прям такое, прям пальтишечка получилось. Вот, да. Загружу я его на эти. Я думаю, я его продам. Вот. Ну, возможно, кому-то еще захочется такое сотворить чудо. Поэтому и сняла вот этот вот мини-мастер-класс. Вот. Ну, я же еще раз повторюсь, что конкретно, ну, видео с расчетами в открытом доступе, ну, есть. И вот я ссылочку на него оставлю. Пожалуйста, считайте, вяжите хоть спицами, хоть крючком, хоть из остатков, хоть полосами, любым узором. Вот. Так что, девчонки, все в ваших силах. И вот такое вот чудо у меня получилось, родилось из остатков. Вот. И вы знаете, по ощущениям я люблю вот такие вот изделия, где я просто беру кучу клубков и из них что-то творю. И вот все, буквально все у меня здесь было по ходу. По ходу дела добавлялись дополнительные нити. По ходу дела. А, вот эту обвязку, вот это крючком у меня, вот эта вот планочка, она есть в моем кардигане опера, как ее делать крючочком подробно. Ну, это провязка такая, крючком цепочка. Это уже после того, как планка связалась. Вот. Все тоже есть на канале. Вот. Вот. Очень хорошо, как бы, когда вы добираете петли и вот получается такой незаконченный такой вид. И вот эта вот цепочка, это хорошее решение для того, чтобы закончить вот эту планку, доработать, потому что от закрытия здесь не нужно ни иглы, ничего, потому что здесь получается косичка, и здесь получается косичка, и оно получается вполне себе законченным таким. Как бы, так и задумано, да? Вот так, так и надо. Вот, все, девчоночки, я же говорю, тем более поперечное вязание, тут скомбинировать вообще кусками, разными нитями связать, это вообще будет шедевр. Все, девчоночки, показываю на манекене, на себе еще покажу, потому что сейчас 33 градуса, и я просто не в состоянии одеть на себя эту шубку, поэтому покажу сейчас на манекене, а потом в шорцах покажу на себе, когда чуть-чуть будет прохладнее, и я буду в состоянии это продемонстрировать. Вот мои хорошие результаты. Вы знаете, неожиданно, очень неожиданно для меня он оказался хороший. Неожиданно хорош. Вот, здесь видно пайетки, я думаю, вам. Вот такая вот комбинация. Вот, и в принципе, я довольна. Думала, будет хуже. Я обещаю, обязательно вам сниму это все дело на себе, когда будет попрохладнее. Сейчас еще раз прошу прощения, потому что я не в состоянии сделать фотосессию при такой жаре. Вот единственное, что мне не очень нравится верхний карман. Вот, напишите свое мнение. Мне кажется, он здесь лишний. Да? Я так думаю, не знаю, что вы мне скажете. Ну, все, девчонки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, Школа Рукоделия. Всем пока-пока.